Проблема просто в том, что у нас должны быть очень квалифицированные прокуроры, очень квалифицированные специалисты, которые могут эти вещи формулировать, могут увидеть состав преступления. Это не значит, что они должны руководствоваться целесообразностью. Нет. Я не призываю к революционной целесообразности, но призываю к законности, к защите, потому что у нас есть Конституция. В Конституции сказано, что Молдова это правовое государство, в Молдове соблюдаются права человека, в Молдове борются против коррупции. Все эти вещи практически не работают в России. В Молдове независимое правосудие. Каждый имеет доступ. Мы выступаем за мир там и так далее. И вдруг люди зачастили в страну, где все эти ценности, все эти принципы, все эти устремления. Их просто аннулировано. И нарушены. И они на голубом глазу все это, так сказать, поддерживают, ведут какую-то политическую деятельность, консультации, встречи и так далее. Я считаю, что такие люди представляют опасность для молдавского общества. Опасность. Определить политическую опасность. В том, более конкретную опасность. Поэтому тут могут и правовые вопросы к ним возникнуть. И правовые, я бы, может быть, даже обратился и к законодателям. Может быть, хватит миндальничать, потому что мы все время наблюдаем эту картину. Ну еще съездил. Ну вот Дадон съездил к патриарху и так далее, и так далее. К патриарху, который фактически благословляет вот эту войну. О том, что церковь наша тихо молчит, сегодня не будем. Хотя это отдельная тема. Я тоже считаю, что ее надо будет обсудить, потому что поддерживать агрессора – это не по-христиански. Если говорить о церкви, а если говорить о гражданских правах, я думаю, если существует пробел в законодательстве, то наши законодатели должны внимательно просмотреть. Продолжение следует...